Здравствуйте, туристы и милитаристы! Очень долго я ждал возможности. На самом деле, кабары всякие разные. Именно я имею ввиду вот эти военные файтинг ножи. Я неоднократно крутил в руках. И экземпляр сейчас, который пришел из Ламни, на самом деле меня порадовал своим качеством. Потому что в разные годы мне попадались откровенно разные кабары. Я говорю именно о новых ножах, которые я брал с прилавка и как-то вот там их крутил в руках и так далее. То есть здесь, по большому счету, довольно неплохое исполнение. С учетом того, что как раз таки вот компании Кабар в целом, ну не знаю. Я действительно, я видел разные их ножи. То есть они некоторые сделаны грубовато, некоторые сделаны... Ну, многие западные компании, для них гораздо важнее именно вот создать какую-то некую легенду. И потом будут люди покупать именно легенду. И они особо не запариваются для того, чтобы вылизывать ножи. С другой стороны, вылизывать нож, которым все равно сейчас пойдут там рубить, кромсать и крошить. Есть ли смысл? Нет. Ну, в общем, в любом случае, вот этот экземпляр мне действительно очень понравился. Итак, давно хотел уже, потому что и спрашивали меня, спрашивали меня про Кабар USMC. На самом деле, Кабар USMC и Кабар Navy, их отличие по большому счету никакое. Может быть, там какие-то микроны, долов и так далее. Но я лично не вижу вообще своим невооруженным глазом все ТТХ совпадают. То есть, по большому счету, Кабар Navy, Кабар USMC и Кабар Army, они отличаются только тем, в какое время, в какие разные пошли рода войск ножи. И, соответственно, получили вот такую надпись здесь на ножнах и на самом клинке. То есть, вот здесь вот у нас получается United States Navy. По большому счету, это один и тот же нож. Поэтому можно смело говорить, что я, ну, как бы самую широкую известность этот самый нож получил, именно как нож морской пехоты США. Просто, когда я листал Ламнию, там получилось так, что у них был USMC именно на тот момент, когда я, вот у меня такая мысль все-таки в голову пришла, что все же я уже созрел, давайте замучаем легенду. И получилось так, что у них был USMC в пластиковых ножнах, что мне категорически не подходит, потому что я хочу, чтобы все было по классике. Вот такие вот ножны, сделанные в Мексике. Кабар все время, подчеркиваю, что ножны они делают в Мексике, а ножи сами по себе они делают всегда в Штатах. Вот, и полусеррейторную модель мне тоже не хотелось, потому что я хотел именно самый-самый классический. Итак, Кабар 1225, сейчас я поймаю фокус, чтобы было, надеюсь, что видно нож. Кабар 1225 US Navy, длина 305 мм, длина клинка 178 мм, ширина клинка 32 мм, толщина клинка по обуху 4,2 мм, обработка клинка, вот такое черное антибликовое напыление, вес 302 грамма, сталька здесь стоит 1095 мм, кров ванн, которую я, честно сказать, не очень люблю, 56-58 единиц по шкале роквелла, заявленная твердость. И что еще? Монтаж рукояти, ясно, понятно, все в курсе, что это сквозной неразборный монтаж, потому что кожа набрана здесь, ножны кожаные, есть также модели с пластиковыми ножнами. Стоит это все, стоит эта ляля 90 евро именно в Россию, но в Ламнии написано, что эта позиция не поставляется, почему? Потому что это в России ясно-понятно холодняк. Здесь совершенно недвусмысленная, четко развитая гарда. Но, во-первых, сразу же забегая вперед, я этой фразой хотел зафиналить сегодняшний обзор и сказать, Кабар USMC, Кабар Армии или Кабар US Navy, это такая вещь, которая must have. Просто как бак 110-й. То есть только ради одного этого ножа стоит оформлять документы там и заморачиваться и прочее, прочее. Почему? Ну, потому что вот потому. Вот. И по поводу того, что там позиция не отправляется и так далее. Знаете, все, кто со мной на эту тему уже общались, адрес почты есть, контакты есть, вконтакте есть адрес. И вы сами знаете, что когда нельзя, но очень хочется, то на самом деле иногда и можно. Больше мне вам официально нечего сказать, а неофициально все как полагается. Итак, сперва о Кабаре в целом и вообще об этом ноже. Все знают эту историю. Вообще американская промышленность, американские, скажем, успешные компании, большинство из них таким или иным образом легендизируют свой успех для того, чтобы этот успех сделать еще более обширным. Была такая компания ножевая, которая производила ножи. Значит, звали ее Union Cutlery. И в 1923 году они получают письмо от малограмотного охотника, который, да серьезно что ли, середина октября, который, с которым случилась история на охоте. У него винтовка дала осечку, и на него напал раненый медведь. И он его зарезал ножом именно вот этой вот компании и написал благодарственное письмо. Но так как охотник был малограмотный... Тут, кстати говоря, я читал два варианта легенды. Первое, это то, что письмо там не сохранилось, и они прочитали фрагменты. Второе, это то, что письмо был очень... Что охотник был малограмотный, и он написал, что он килобир... Бир... Бирборборн. Дима, не доставай меня с английским. Я сейчас бордину сказал. Вот. И переводится это как именно, как килобир убить медведя. Но получилось так, что там сохранились буквы K-A-B-A-R. И получилось Кабар. История была очень занимательная. Сочетание букв вкусное. И компания Union Cutler буквально с 23-го года стала выпускать ножи именно под торговой маркой Кабар. Для того, чтобы... Ну, легенда сама пришла в руки, как говорится. И по большому счету все бы было бы вот так вот, как бы и шло. Ни шатка, ни валка. Но вот знаете, ребят, в плане именно какого-то бизнеса, в плане какого-то успеха, я могу сказать, что вот век, в котором мы сейчас живем, век, в котором жили люди... Да вообще, люди всегда живут, там, я не знаю, последние несколько столетий в эпоху просранных возможностей. Каждый человек на своем жизненном пути, он может даже этого и не заметить. Но он просирает свои возможности. А те, кто случайно или не случайно не просирают свои возможности, у них оказывается именно Викторинекс, Кабар, там, Бак, Майкрософт, Зипа, понимаете? То есть, ну, люди, которые именно воспользуются возможностью. Для компании Кабар, которая на самом деле сейчас, вот, ну, вот я держу в руках нож 1095, наборная кожа и прочее, прочее, убрать упоры и ножны немножко сделать поговнянее, потемнее, с оранжевой нитью. И здравствуй, Ворсман, по большому счету. То есть, ну, ничего этого не случилось, потому что компания Кабар, она одна, по сей день, одна из самых успешных ножевых компаний Соединенных Штатов. Почему? Потому что они воспользуются своим шансом. Шанс, это была Вторая мировая война. Потому что морские пехотинцы, моряки и солдаты армии США встретили Вторую мировую войну вот с абсолютно откровенными говноножами, которые ломались при любой нагрузке. То есть, те ножи, которые были штатные, они не выдерживали вообще никакой критики. Был очень неплохой стилет Марин Райдер, но он подходил идеально для убийства, для того, чтобы там кого-то крошить там и убивать и так далее, и так далее. Но он совершенно не подходил для каких-то грубых физических работ, ножевых работ, там где-то что-то подковырнуть, всковырнуть и прочее, и прочее. В общем, этот стилет, он тоже как бы не совсем... Ну, он был узкоспециализированной вещью. А требовалось что-то утилитарное, что-то именно вот. Требовался армейский крупный нож. Прошу прощения, пришлось сделать такую маленькую техническую паузу. О чем это я? А, ну вот. И получилось, как результат, морпехи стали покупать себе охотничьи боуи-образные ножи, которые были действительно качественные, за свои кровные. И в результате полковник Дэвис и майор Америка, когда был объявлен тендер, они вынесли на обсуждение свой проект ножа, который они разрабатывали именно вместе с Юнион Катлери, в котором, собственно говоря, он дошел практически без изменений до наших дней. То есть это крупный нож с толстым обухом, мощные долы, темное антибликовое покрытие, которое на самом деле оно выполняло и антибликовую задачу, и в том числе не позволяло клинку быстро ржаветь, потому что использовалась углеродка. Также была именно из наборной кожи рукоять набрана, то есть по большому счету это плюс-минус, там совсем не сильные изменения были. Хотя я уверен, что на самом деле у этого ножа есть прямо клубы, есть коллекционеры, которые собирают, и наверняка среди зрителей, которые смотрят это видео, есть знатоки, которые мне сейчас возразят, что вот эта вот эволюция была, безусловно. Но в общем и целом, то, что мы сейчас видим, вот оно и есть. То есть Дэвис и Америка предложили примерно вот такой нож. Понравился он на испытаниях, и в 1942 году, какого-то там ноября, я не помню, в общем в ноябре 1942 года этот нож был взят на вооружение корпусом морской пехоты Соединенных Штатов Америки. В следующем, в 1943 году этот нож пришел в армию и во флот. На самом деле единственное, что было, на мой взгляд, такой совсем серьезной ошибкой, это то, что этот нож стали использовать моряки, вплоть до того, что они стали его использовать для каких-то водолазных работ и так далее. То есть кожаные рукояти в соленой воде приходили довольно быстро в негодность, но это вообще никого не запаривало. По большому счету Кабар часто критиковали за то и за это, то есть его... Вы понимаете, какой это заказ, который работает по сей день, то есть до сегодняшнего дня, с 1942 года армейцы и всякие подразделения. Я думаю, что, конечно же, сейчас какие-то морские котики, они используют более модерновые ножи, но так или иначе это все работает. Вот. И что хотел сказать? Что-то хотел что-то умное сказать. Но что-то сбился. Ну, в общем, представили, взяли на вооружение, отмотаем назад. Я просто действительно... Какая-то мысль, она была и улетела. И, по большому счету, вот то, что мы видим, если сравнить, с учетом того, что дело было в 1942-1943 году, сейчас, блин, все-таки у меня, по-моему, сейчас резкость, фокус уходит, то если сравнить этот нож с Энерами, например, то сразу видно, у кого в то время были какие комплексы. И, по большому счету, ну, то есть, какое-то логичное сравнение с Энерами, это можно будет как-нибудь обсудить там на кухонном или еще как-то. Так или иначе, этот нож прошел Вторую мировую, Корею, Афганистан, войну в Заливе, Вторую мировую, Корею. Вот там были еще какие-то небольшие войны, там, вторжения в разные независимые государства, которые совершенно проходили, мне нравится, на протяжении всех вот этих вот, на протяжении всей истории ножа Кабар, парни, вооруженные этими ножами, они совершенно беспрепятственно вторгались в независимые государства, и им никогда за это ничего не было. Ну, за исключением, наверное, именно Второй мировой войны, без политики, ребята. То есть, этот нож практически без изменений, он прошел Вторую мировую, Корею, Вьетнам, Афганистан, две войны в Ираке и кучу всяких войн поменьше. И по большому счету он стал таким же символом американской военщины, как винтовка М-16 или та же самая зажигалка ЗИПа. В 1995 году компания Кабар решила, ну, как бы, время-то идет вперед, и мы же должны как-то соответствовать и так далее, и так далее. И помимо других моделей, там, укороченная, там, я сейчас, опять же, я сейчас не стал экскурс проводить там в марке и так далее. В общем, они решили сделать Next Generation, именно, я почему помню, потому что я Next Generation очень хотел купить. Мне этот нож очень нравился, там, отличие было в том, что это был точно такой же нож, но ножны были пластиковые и была полимерная рукоять, не из кожи. 15 лет они пытались продавать этот нож, какой-то момент у них получилось, в конце концов они его сняли с производства. Почему? Потому что и по сей день и армейцы, и гражданские, гражданские, особенно именно в Соединенных Штатах, они предпочитают классическую, олдскульную, проверенную времени, может быть, не современную, может быть, не такую надежную, там, без фултанга, без всего, но они предпочитают именно эту модель. Я, кстати говоря, хотел сказать именно тот момент, что его часто критиковали. Вот на чем у меня мысль улетела. И этот нож спасали всегда отзывы ветеранов боевых действий. То есть, когда там начинались шатания на тему того, чтобы Кабар заменить и прочее, происходило это неоднократно на протяжении десятилетий, то сразу раздавались гневные вопли ветеранов. Я допускаю мысль, что совершенно четко организованные компании Кабар, заинтересованными лицами. Что, типа, уберите свои грязные руки от нашего ножа, мне этот нож жизнь спас в окопах и так далее, и так далее. Все. Собственно говоря, это такой экскурс. Теперь давайте по самому ножу. Кожаные ножны. Они вот такие вот тоненькие, кривенькие, но они прикольные, во-первых. Во-вторых, вид ножен, опять же, практически не менялся за все вот эти вот десятилетия. Делаются, как я уже сказал, они в Мексике. И на самом деле, да не так-то и плохо они пошиты. Мне, ну вот, весь прикол в том, что они действительно тонкие. И когда берешь ножны, там, я не знаю, я не буду сейчас перечислять производителей, хочется сказать, почему вам не пошить вот такие? Но я имею в виду именно российских производителей. Нож, ножны здесь нулевые, и нож входит очень плотно сюда. То есть он даже в нынешнем состоянии, его невозможно вытрясти, несмотря на 300 с лишним грамм веса. И вот таким вот образом здесь, видите, именно сюда они поставили наклеечку, что сделано в Мексике. И застегивается крайне плотно. Вот таким вот образом сидит нож в ножнах. Я вообще хочу сказать, что это тот нож, который хорошо выглядит на полке. То есть очень много, вы знаете, что очень много производится кабаров, US Navy, USMC, там, и армейских, и так далее, и так далее, с красивыми золотыми надписями по черному клину, там, за Афганистан, за Ирак, там, за, там, то, все, пятое, десятое. Это полочники, по сути своей. Почему? Потому что если вы покупаете этот нож с надписью, там, например, за Афганистан, то и начинаете им работать, в любом случае, это не, там, какой-нибудь ультрасовременный обжиг клинка. То есть все по-прежнему это напыление. Во-вторых, у вас так или иначе кожаная рукоять, она приобретет вид, видавший виды, по-другому никак. И ножны, они сделаны тоже, они сделаны из очень приятной толстой кожи. Но вот буквально этот, пару раз ногтем черканул, и остаются, конечно же, следы. То есть если этот нож на постоянку носить куда-то, там, в лес или еще что-то, я сейчас не говорю вообще о военном использовании этого ножа. Я говорю именно о гражданском использовании этого ножа. То он именно приобретет такой видавший вид и вид, но при этом я вообще не вижу в этом проблемы. То есть он, наоборот, будет от этого еще красивее. Сейчас вот это вот сочетание такой коричнево-оранжевой кожи и черного клинка, оно действительно очень красивое. Но вот это вот место, вот рукоять, оно потихоньку, вот начиная с вот этих вот ребрышек, оно начнет потихоньку обтираться. И в результате оно, по большому счету, вот такой вот бахромой покроется. И это будет здорово. Имеется у нас вот такое отверстие в ножнах, клинок до них не доходит. То есть на самом деле две функции у этого отверстия. Во-первых, клинок дышит внутри ножен, ножны дышат. И во-вторых, можно при желании сюда прицепить паракорд и прицепить к бедру, чтобы нож не болтался. По большому счету он сильно и не болтается. Очень широкая петля, которая рассчитана просто на какой-то гигантский ремень. На самом деле вот она вот есть. То есть я могу вам приветы передавать через эту петлю. В общем, ну и на каждых ножнах, как я уже сказал, идет кабар. И обозначение, какому роду войск конкретно этот нож предназначается. Разницы нет. То есть я могу так же гордо размахивать и говорить, что я сделал обзор на кабар USMC. Потому что он более такой именно раскрученный. Так, ну с чего начать? С рукояти. Рукаяти это ножа бомбическая. Это на самом деле проверено временем. Когда я кручу в руках кабар, меня неотступно все равно преследуют какие-то аналогии с NR, которые в то же самое время создавались. И я сильно думал, но этот NR на самом деле он был тоньше чуть ли не в два раза, короче, но при этом резал хлеб и людей. Этот нож не менее успешный, чем вот этот здоровяк. Вот почему? И я начинаю понимать, что это именно какое-то свойство американской нации. Гипертрофированность всего. Потому что как раз таки, если мы берем такой вот момент, что NR он создавался по базу, по прототипу скандинавского ножа, то есть оттуда корни пришли. То здесь это именно явные боуи, явные охотники, которые охотничьи ножи, которые просто трансформировались. Что такое по сути этот кабар? Они взяли охотничьи нож, сделали антибликовое темное покрытие для того, чтобы клинок меньше ржавел. Ну, поменяли материал. Я думаю, что кожа была в то время выбрана для того, чтобы ножей делать быстро, много и дешево. То есть, чтобы не заморачиваться, там какую-то кость ставить и так далее, и так далее. В любом случае, я понимаю, забегая вперед, я очень хочу этому ножу, именно с учетом того, что это легенда, хочу задать ему жару на улице. Я понимаю, что самая большая опасность, которая ждет его на моих тестах, это то, что при батонинге может сыграть хвостовик. И могут разойтись кожаные пластинки. Ничего не меняет, я все равно батонить буду, но я вот вижу будущее, я понимаю, плюс может как-то уйти кончик. Потому что кончик здесь реально живопырный и так далее. Сам по себе нож красивый. Рукоять. Вот, показываю, ребят. С трудом еще два пальца влезет. В перчатки еще один палец влезет. То есть не сэкономили время, не сэкономили место. Почему? Потому что они, во-первых, понимали, создатели ножа, что руки у морпехов разные. Что морпехи на самом деле крупные парни. Не 180 ростом, а там 2 и с лишним и так далее. То есть там лапы действительно могут быть здоровенные. То есть эта рукоять, она создавалась именно под здоровенную лапу здоровенного мужика. Которая, по большому счету, может принадлежать рукоять этого ножа и человеку, который небольшой рукой обладает. То есть в этом плане очень здорово. Почему? Потому что, конечно же, здесь у нас навершием ограничивается. То есть у нас здесь явные ограничители сверху и снизу, чтобы рука не уходила. Потому что кожа при контакте с какой-то влагой и так далее, она будет так или иначе намокать, становиться даже не столько липкой. Вот я сколько ни работал с кожаными рукоятями, я не замечал какой-то склизкости. Я замечал именно то, что кожа при элементарном, когда рука потеет, она становится наоборот немножко такая резиновая. Она немножко подтормаживает. И это здорово. Вот. Что дальше? Ясно, понятно. Надевается на хвостовик вот такая гарда. Одно время она была прямая, потом ее стали загибать. Мне непонятно, почему эту гарду загибают именно к тебе. Потому что, на мой взгляд, вот ровно переставить и даже еще больше отогнуть вот в эту вот сторону, грубо говоря, при каком-то теоретическом контакте гарда, которая изогнута, во-первых, у меня палец тогда уходит чуть-чуть дальше вот сюда, если предположить, что она будет изогнута вперед. Это удобно при каких-то таких вот раскладах. Плюс при каком-то встречном контакте клинок противника влетает в загнутую гарду вперед и остается. А здесь, вот я, сколько я над этим не думал, я вот смысла именно загиба гарды внутрь не понимал. Но, опять же, этот нож прошел столько войн, что не моего ума дело. Специально сделаны вот такие вот вырезы для того, чтобы улучшить сцепление ладони с клинком. На самом деле, нож в руке просто гуляет. Вот эти вот 300 грамм, они вообще незаметны. Плюс, если вам нужно действительно что-то, вы там ползете где-то, у вас нет мачете с собой и так далее, если вам нужно что-то подрубить и подколотить, очень удобно, потому что у нас вот так вот за этот грибочек буквально можно двумя пальцами взяться, тремя пальцами, и вот нож именно такие тюкающие движения, он просто супер для этого создан. Рукоять веретенообразная, симметричная, и это классно, это просто охренительно. Она на самом деле просто мегаудобная и очень красивый клинок. Клинок явный лом, то есть у нас спуски низкие от середины клинка, мощные долы. Сколько я читал всякой рекламной хеработины на тему этих дол, что вот они там помогают, усиливают сопротивляемость и так далее, и так далее. Хочется сказать, ребята, маркетологи, ну, блин, вы реально верите в то, что один написал, мудак, извиняюсь за выражение, а остальные умные люди, вместо того, чтобы пораскинуть мозгами, они повторяют этого мудака. Я могу предположить, что эти долы были напилены, первое, для того, чтобы облегчить клинок, второе, для того, чтобы сбалансировать клинок, то есть, ну, сбалансировать нож. То есть вот, в этом состоянии он вот так вот ровно-ровно под указательный палец сбалансирован нож. Если вы уберете долы, то будет, получается, баланс в клинок. Я могу представить, что их сделали просто для того, чтобы клинок выглядел красиво, брутально, и морпехам больше нравился. Но сопротивляемость каких-то нагрузков, о чем вы говорите? Если этот нож ломать, он по-любому сломается в районе хвостовика. Вот здесь вот он будет ломаться. Почему? Потому что хвостовик тоньше, чем клинок. Но это я так, сэмоционировал сейчас, потому что я действительно, я прочитал просто в разных магазинах, в разных каких-то этих... Я этот нож действительно очень много через всю свою жизнь отслеживаю, как говорится. В разных там изданиях вот этот вот, извиняюсь за выражение, порожняк на тему того, что долы там сделаны для того, чтобы усиливать какие-то, вернее, сопротивляемость, наскручивающие нагрузки и прочее, прочее. Если этому ножу дать серьезные скручивающие нагрузки, ну не серьезные, а овер, он никогда не сломается, и убрать долы, он никогда не сломается в клинке, он всегда сломается в месте, где начинается хвостовик. Или в середине хвостовика. В любом случае, это уязвимое место. То есть, ну пускай будет. Так, и у нас кабар Олеан. Не путать с Орлеаном. USN. Красиво. Нож по виду острый. И он на самом деле, то ли они взялись, то ли еще что-то. Потому что в начале нулевых, в середине нулевых, я видел такие кошмарные экземпляры. Может, это были копии. Не знаю. Но это было, это было прям совсем печаль. Сейчас нож, который Ламни мне прислала. А я знаю, что Ламни никогда не выбирает. Потому что они настолько заняты, ребята. Они никогда не выбирают мне какие-то ножи там покрасивее или покачественнее или так далее. Нет. Просто автоматом хоп-хоп. Проверили этот самый код и отослали. Все. Больше нет времени просто фигней маяться. То есть я могу сказать, что именно на удачу взятый нож мне нравится, как все здесь собрано. То есть, смотрите. Зазорчиков нет. Все действительно. Ну, кожа плотная. Все красиво. Вот у нас здесь хвостовик выходит. И, конечно же, щука. Конечно же, клиппоинт с фальш-лезвием. Хищный, красивый. Был период в моей жизни, когда я этот нож считал мудацким. Он слишком толстый. Он... А для чего? И так далее, и так далее. И я могу сказать, что этот период прошел. То есть было восхищение. Был период, когда я считал этот нож мудацким. Сейчас у меня просто дань уважения. Я не беру сейчас, скажем, совершенно не касаясь вопроса того, что парни в камуфляжной форме там или в синей форме творили с этими ножами по всему миру и продолжают творить. Это вообще вопрос другой. Это, ну, как бы мы сейчас говорим именно о ноже. Так вот, дело в том, что это действительно легенда. Ну, и в идеале она должна быть у всех, у кого есть такая возможность. Почему? Потому что, ну, как я уже сказал, must have. И во-вторых, здесь такой момент, ребят, он классный. Он ловкий. Он... Вот это вот его картинная мощь, то, что он слишком такой перекаченный и прочее, прочее. Исчезает все это, когда ты берешь в руки нож и начинаешь вот им, грубо говоря, вертеть его в руках, как-то перебирать в руках. То есть, действительно, очень прикольный инструмент для того, чтобы и порезать, и зарезать. Наверное, именно поэтому он столько переизданий выдержал. И я так понимаю, что компания Ковар даже в страшных снах не предполагает прекращать производство этого ножа. То есть, действительно, действительно классная вещь. И он классная вещь не только потому, что он залегендизированный там военный нож и так далее, и так далее. Нет, он сам по себе как нож, как туристический нож. Очень-очень интересно. 10.95, конечно, ну, вообще не относится к любимым моим сталям. Но посмотрим. Может быть, это будет исключение. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Извиняюсь за много букв, но мне кажется, что здесь предмет разговора... Давайте все-таки напоследок поймаем фокус. Здесь предмет разговора, он явно этого заслуживает. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok